Как вы поняли из названия, сегодня обзор на пылесос DIRMA DEM VX95W, коробка от которого уже украшает наш стол. Чтобы сохранить интригу по характеристикам и преимуществам пройдемся чуть позже, а сейчас давайте посмотрим чем нас вообще порадует производитель. Внутри мы нашли непосредственно пылесос, зарядную станцию, которая в том числе отвечает за самоочистку, съемную рукоять, пару сменных валиков, запасные фильтры, ёршик для дополнительного ухода за устройством, емкости для грязной и чистой воды и инструкцию на русском языке, где довольно доходчиво расписано как пользоваться пылесосом. Учитывая стоимость не выше 20 тысяч рублей, комплектация утрет нос даже некоторым самым дорогим аналогом. Что касается самого устройства, как видите дизайнеры не зря получают зарплату, потому что им удалось сделать запоминающийся силуэт без применения броских цветов. Сочетание белого и черного не только сохраняет строгую эстетику, но и если выразиться по простому, не мозолит глаза. Перед первым проездом, разумеется, нужно собрать пылесос. Для этого понадобится вставить емкости. Начнем с резервуара на 600 мл, который отвечает за подачу чистой воды. Чтобы залить туда воду, просто выкручиваем пробку. Кстати, интересный факт, можно увидеть подпись на русском языке, что встречается довольно редко. Теперь позаботимся о сборе мусора. Для этого к моторному блоку подсоединяется бак на 550 мл. Его особенность заключается в том, что вода проходит через фильтр, который собирает твердый мусор. Ну, например, волосы. Также есть губчатый фильтр, задача которого дополнительно предотвращать выход крупных частиц. Отдельного внимания заслуживает щетка, за передвижение которой отвечают большие резиновые колеса у основания и дополнительные маленькие снизу. За счет особой конструкции она довольно подвижна, поэтому управлять будет одно удовольствие. Внутрь вставляется мягкий валик, который за счет вращения качественно очищает полы. Причем одна из его сторон почти вплотную подбирается к плентусам. Зазор буквально в несколько миллиметров. Также стоит отметить, что инженеры продумали систему подачи воды таким образом, чтобы вода не разлеталась по квартире. И те же волосы не будут наматываться на валик, потому что на щетке есть специальный зубчатый элемент. Чтобы вынуть или заменить валик, нужно снять фиксатор, который плотно сидит сбоку. Ну и теперь, когда все готово к работе, можно поговорить непосредственно об эксплуатации. Чтобы включить пылесос, просто нажимаем кнопку питания. Рядом можно выбрать один из трех режимов. Автоматическая адаптация под поверхность и загрязнение. Активный сбор жидкости, который можно использовать как альтернативу сухой уборки с минимальной подачей жидкости. И эко-режим, который позволяет убрать большую площадь за счет экономии заряда аккумулятора. Отслеживать этот самый заряд, а также выбранные режимы и другую информацию, помогает встроенный дисплей. Обозначение можете посмотреть в инструкции. Но зачастую смотреть не нужно, потому как пылесос сообщает о важных моментах голосом через динамик. Автоматический режим. Правда, регулировать громкость этих оповещений нельзя, что можно отнести к недочетам. Потому как если решите ночью по-быстрому помыть пол в квартире, с высокой вероятностью об этом узнает весь дом. Эту функцию можно выключить, но только на один проезд. Как уже говорили, пылесос заряжается на док-станции, функционал которой выходит далеко за рамки обычной подставки. Во-первых, тут вы можете хранить дополнительные аксессуары. Во-вторых, тут же происходит процесс самоочистки, что избавляет вас от самостоятельного промывания валика после уборки. Запускается процесс с кнопкой на корпусе. Ну и в-третьих, есть подача, что важно, теплого воздуха, чтобы просушить мокрый валик. Это значит, что не будет неприятного запаха, если забыть его внутри. А так трогать его вообще не нужно. И весь этот функционал, напомню, предлагают дешевле, чем за 20 тысяч рублей. А теперь смотрим характеристики, список которых уже на вашем экране. Из интересного, выделим высокую силу всасывания, равную 15 тысячам паскалей. Убедиться в ее эффективности сможем уже во время тестов. Также отдельного упоминания заслуживает аккумулятор на 3000 мАч, которого может хватать до 40 минут беспрерывной работы. Уровень шума в автоматическом режиме почти не превышает 70 дБ, поэтому слишком громким его не назовешь. Опять же, если не брать в учет голосовые оповещения. Еще один, на первый взгляд, неочевидный плюс, это вес в 4 килограмма 700 грамм. Несмотря на размер, пылесос достаточно легкий, а потому даже при длительной уборке руки вообще не устают. Этому же дополнительно способствует и эргономичная ручка. Ну и теперь самое время переключиться на тесты. Для начала простенькая проверка на сбор твердого мусора. Как видите, крупа не разлетается по комнате и все, что должно, оказывается внутри. И главное, ничего не забивается. С отиранием засохших пятен тоже никаких проблем. И пусть тут нет турбо режима, это никак не сказалось на результате. С пролитыми жидкостями даже около плинтуса. Тоже проблем не возникло. Ну а проверку на коврах мы делать не стали, так как это устройство, ну не совсем про сухую уборку. То есть пройтись по ковру можно, но подача воды, как и говорили, полностью не прекращается, а поэтому эффективность явно будет ниже. Зато с повседневной уборкой на ламинате справляется на ура. Вот таким валик может быть после уборки. А вот так он может выглядеть после самоочистки. Учитывая, что вы не будете каждый раз оттирать кетчуп и прочее, можете считать, что он всегда будет в чистоте и хорошо просушен. Ну и что можно сказать в качестве вывода. DIRMA DEM VX95W отличный выбор для того, чтобы обеспечить чистоту полов без особых вложений. В том числе и физических, так как он легкий и довольно функциональный. Комплектация действительно радует, есть все что нужно и даже больше. Но непосредственно уборка не вызывает вопросов, моет и пылесосит как нужно. Поэтому рекомендуем присмотреться, особенно если ищете надежный вариант на долгое время. А на этом сегодня все. Не забывайте делиться впечатлениями в комментариях и подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok